СПОНСОР ПРОГРАММЫ СЕТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАГАЗИНОВ САМОДЕЛКИН И ПЕРЕСТРОЙКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Тихоокеанского телевидения «Хроника происшествий». За прошедшую неделю на территории городского округа Сато-город Фокина инспекторами ДПС при надзоре за дорожным движением выявлено 365 нарушений правил дорожного движения. Из них за превышение установленной скорости к административной ответственности привлечено 187 водителей. На рассмотрение мировому суде направлено 4 материала в отношении водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Один водитель отказался от медицинского свидетельствования. Уважаемые водители, еще раз напоминаем, что в соответствии со статьей 12.26 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение водителям законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского свидетельствования на состояние опьянения влечет лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. С целью устранения причин, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и водителей мототранспорта, отделением ГИБДД проводятся специализированные рейдовые мероприятия, по результатам которым к административной ответственности привлечено 30 пешеходов и 12 водителей мототранспорта. Дежурной частью отделения ГИБДД за истекший период времени зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории ЗАТО города Фокина. Два темных ДТП произошло в ночь на 15 сентября. В обоих случаях виновники аварии скрылись с места преступления. 14 сентября вечером водитель автомобиля Ниссан Куб припарковал свое авто у дома на ночь. Утром около восьми хозяин Ниссан Куба заметил, что белый автомобиль под управлением неизвестного водителя совершил столкновение с его Кубом и скрылся с места преступления. По данному факту возбуждено административное расследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Этой же ночью у дома по улице Карла Маркса, 29, в припаркованный также на ночь микроавтобус Таунайс вырезался неизвестный автомобиль. Виновник ДТП скрылся с места преступления. Микроавтобус получил значительные механические повреждения. Возбуждено административное расследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Действия водителей, виновных в этих дорожно-транспортных происшествиях, будут квалифицированы по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях, то есть оставление водителя места ДТП, участником которого он явился. Санкция данной статьи предусматривает лишение права управления транспортным средством на срок от 1 года до 1,5 лет, либо административный арест до 15 суток. Уважаемые жители городского округа, если вам что-либо известно о данных дорожно-транспортных происшествиях, или вы явились очевидцем их, просим сообщить имеющуюся у вас информацию в дежурную часть отделения ГИБДД по телефону 24 071. Еще одно серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в ночное время суток. У фуры на высокой скорости отлетело колесо и ударилось о встречную машину. Дальнобойщик дал объяснительные показания. Как пояснил водитель фуры, двигаясь по трассе в направлении Владивостока, не заметил в зеркала заднего вида, как у его большегруза отлетело заднее левое колесо и ударилось в боковую часть встречного автомобиля Хина. По словам дальнобойщика, у фуры срезала шпильки, удерживающие колесную пару. Почему не заметил происходящего? Потому что было темно. Видимость в тот момент составляла в пределах 300 метров. Никто из участников движения не пострадал. Автомобиль Хина получил механические повреждения. 21 сентября около Сбербанка по улице Карла Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Тойоты Витц и микрогрузовика Ниссан Банет. Автоледи Тойоты Витц совершала разворот. Вдруг она увидела, как микрогрузовик начал сдавать назад. Водительница Витц затормозила в надежде на то, что водитель микрогрузовика заметит ее авто и прекратит свой маневр. Однако микрогрузовик продолжал свое движение, в результате чего произошло столкновение. Благодаря помощи сотрудников ГИБДД, участникам ДТП удалось разъехаться с минимальными повреждениями. В обратную сторону выворачивайтесь. Стой на турнире. В обратную сторону выворачивайтесь. Стойте. Стойте. Давайте, давайте, давайте. Все, потихоньку назад. Опа, нормально. Стой, 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 стой. На водителя микрогрузовика был составлен административный протокол по части 2 ст. 12.14 Кодекса об административных правонарушениях, то есть разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены. Уважаемые водители, только соблюдение правил дорожного движения обеспечит вашу безопасность на дороге. Будьте внимательны и осторожны. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, просим вас об этом сообщить в дежурную часть отделения ГИБДД по телефону 02-24-452-24-5-53-24-071. По всем вопросам, связанным с работой отделения ГИБДД, вы можете обратиться по телефону 24-071. Кроме того, вы можете обратиться с жалобой или с заявлением к руководству отделения ГИБДД по телефону доверия 24-2-50. Спасибо за внимание. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует...